Губастая шлюшка вышла на охоту, а-ха-ха-ха, да, я губастая шлюшка, а тебе такой никогда не стать, денежек не хватит. Сколько тебе лет? Мне 25. Как всегда, красоточка, спасибо большое. Кто ты, кто ты, кто ты? По гороскопу. Очень красивая милавка, люблю. Спасибо. Так, 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 что у нас? Блин, теперь точно не сделаю уборку. Да ты делай под мой трендеж уборку, быстро уберешься. Привет, сегодня ходила, сегодня была в Ауре, в галерее. Я поняла, почему мне так ебошит. По матершинам скажу, полнолуние уже который день. Вот что я засыпаю в 7 утра, просыпаюсь. Что с глазами? Красивые глаза, что может быть с ними не так? Сколько времени тратишь на прическу в среднем? 5 минут. Смотри. Вот сейчас я вам объясню, как делается такая прическа. Раз резинка. Раз резинка, два резинка. Три резинка. Я тебе объясню, почему так много резинок. Сейчас голова отдохнет 5 минут. Привет из Иркутска. Привет, привет. Вот смотри, предположим, что у тебя распущенный... Ёп, твою мать! Какая же я легендарная! Значит так, вот у тебя волосы находятся в свободном, скажем так, плавании. Ты берешь обычную резинку хорошую какую-нибудь, да? И все, как бы вот даже, смотри, даже можно не расчесываться. Чем они у тебя лохматее и запутаннее, тем будет пизжи пучок. Ну и все, и понеслась. Раз, два, три, четыре. Сейчас один секундомерчик. Вот так вот все делаем, 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 делаем. Собираем. Здесь вот такие движения нехитрые делаем. Раз, раз, раз. Все, у нас здесь образовался бублик. Затем мы берем вторую резинку. Кстати, можно двумя обойтись. У кого, когда как, вот знаете, вот по настроению. Бывает, что я три делаю. Все, смотрите. Казалось бы, все зализано, ничего не понятно. Ведь прическа отличалась до этого. Продолжение следует. Мы берем по чуть-чуть вот так вот. Раз, раз. Все вот это вот вытягиваем, вытягиваем. Создаем объем, создаем, создаем. Раз, 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 два. Так, допустим, здесь мы чуть-чуть объем создали. Дальше у нас идет вот эта вот шишка маленькая. Мы ее можем расхерачить так, чтобы она была большая, объемная, красивая шишка. Затем мы берем лак для волос. Все это фиксируем, чтобы можно было весь день с такой прической ходить. Ну и для некой элегантности можно немножечко вот так вот прядей вот сюда вроде как. И все, и причесочка готова. Так, ничего не видно. Ну кто-то же увидел в любом случае. Моя мама так же делает. Ну вот видишь, как здорово. Аж жалко волосы стало. А что, почему, что тебе жалко? Они блестят, красивые. Я за ними ухаживаю. Косметику новую покажи. Вы знаете, я из косметики купила сегодня себе только тональный крем и помаду для губ. Я тебя очень люблю. Спасибо большое. Ты охуенная. Нет, это ты охуенная. Спасибо. Сегодня, в общем, с чего начала историю. Я была сегодня в двух торговых центрах. Сколько я увидела своих любимых девочек. А какие они классные. Такие добрые. Вообще просто. Аж до слез приятно. Они ко мне подходят. А я с радостью с ними обнимаюсь. Они такие теплые. Я поэтому сказала, что... Мне, наверное, все другие блогеры завидуют от того, что у меня такая теплая. Хорошая аудитория. Но я могу показать, что я сегодня себе купила. Из одежды я себе купила только один костюм. Потому что я планировала, что я сегодня поеду такая по магазинам. Я была в галерее и в ауре. Думала, сейчас накуплю себе чего-нибудь классного. Ни хрена подобного. Нигде ничего не нашла. Но нашла один костюм. Ай, какой он великолепный. Я просто... Я могу померить, если хотите. Я могу показать. Но просто это займет несколько минут. Но я считаю, пока зайду в ванную. Пока переоденусь. Да чё. Что думаешь при ситуации с Джиганом? Блядь, ничего я не думаю. Ну, я не люблю лезть в те ситуации, где я вообще никак не это самое. Я не знаю. Ни его, ни её. Конечно, как женщина, женщину мне её жалко. Потому что всё-таки, когда в семье есть мужчина, который злоупотребляет какими-то... Значит, я не знаю, чем он там злоупотреблял. Ну, чем-то же злоупотребляет. Так как было написано, что она же его в какой-то там наркологический диспансер. Или куда она его? Хуй его знает, куда она его там отправила. Вот. Это горе в семье. Два горя в семье. Когда женщина алкоголик, и когда мужчина употребляющий что-либо. Это большое горе. И, как мне кажется, это даже неизлечимо. Поэтому мне очень... Очень жалко эту прекрасную женщину, которая выглядит охуенно. Женщина, которая родила четырёх здоровых и очень красивых детей. Она просто... Она такая шикарная женщина. Она пример для многих. И очень хуёво, когда таких шикарных женщин оценивают не так, как могли бы их оценить. Вот о чём я думаю. Поэтому, судя по... Ну, как бы, за вот этой вот ситуацией со стороны, я могу только жалеть её. Вот. Но я не знаю этой семьи. Я никогда ни одного, ни второго лично не видела. И историю их жизни не знаю. Поэтому моё мнение может быть только со стороны. Как убрать второй подбородок? Я не знаю, есть очень много же сейчас всяких там филинги, шмилинги. Ладно, уговорили. Пойду покажу, какой костюм я себе купила. А пока посмотрите на моё платьишко из Лаз-Репаблика. Опа! Ты-лин-ты-ты. А вы говорите, попа нет. Всё у меня есть, если захотеть. Так, значит, что у меня здесь? Так-то я могу вот сюда вот так вот отойти. Я пока буду с вами разговаривать одновременно. Я буду мерить костюм. Ай, а какой он красивый. Просто, просто. Сейчас все будут мне завидовать. Вы у меня... Вы увидите в этом костюме? Вы скажете, охренеть, как же ей идут такие костюмы. Так, я уже плечочок нарядила, нарядила, да. Всё, иду к штанишкам. Штанишки, штанишки. Штанишки, штанишки. королева. Так, сейчас. Сюда еще не хватает этого. Шляпы с бортами. Это что за красавица такая? Раз-два. 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 Ну что, посмотрите на меня сейчас осторожненько, потому что здесь ситуация может быть патовая. Случайно рука уберется и все. И это самое. Диски вывалились. Прямой эфир записался и по всему интернету. Анастези показывает всем сиськи недорого. Вот такой вот красивый костюмчик, значит. Я увидела, я сразу в него, как говорится, влюбилась. Вы посмотрите, какое обалденное качество. Раз-два. 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 Раз-четыре. Пять-шесть. Так, значит. Уверена, что вы оценили уверена, что вам понравилось. Опс-опс-опс-опс-опс-опс. Так, так-так-так-так-так-так-так. Раз-два. Три. Четыре. Это мой любимый домашний халат, в котором я сегодня фотографировалась. Вот с этими потрясающими тюльпанами. Ну, могут же мужики, когда хотят? Могут. Все они могут. Просто притворяются дураками. Ой, сколько там сердец, а сколько там всего. Хвастунишка. Да, мне нравится хвастаться. Мне очень... Вы знаете, я... Мне вот... Мне в принципе-то по жизни нечем хвастаться. То есть, вы знаете, вот многие девчонки там, допустим, ходят постоянно в ЦУМы, да, там показывают какие-нибудь классные вещи постоянно, постоянно. Кто-то чем-то хвастается. А я никогда не хвастаюсь. И поэтому, когда я покупаю новые сережки или мне кто-то дарит цветочки, я... Ну, вот чисто мне так приятно вот это вот показать, потому что у меня это бывает крайне редко и хочется показать всему миру. Типа, ура, я купила себе новые штанишки. Ну, что-нибудь такое, поняли, да? Да, каждая девочка меня понимает. Так, ездим дальше. Покажи, какой костюм купила в Бершке. Да ты серьезно, что ли? А я сейчас кому здесь дофилировала? А вот соски прям видно. Ну, что-что видно. У меня они есть и слава Богу, понимаешь? Спасибо природе, что не определила меня таким очень важным инструментом, скажем так. Утром развод благословите. Это же замечательно. Потому что после развода у тебя начинается новая потрясающая жизнь. Потрясающая. Впереди тебя ожидают бабочки в животе. Романтика. Нет, это ладно, это чуть-чуть, но потом. Сейчас тебя ожидает свобода. Кайф, наслаждение. Ты скидываешь в себя этот балласт наконец-то. Все, ты вступаешь, как будто бы, знаешь, в новую жизнь с чистого листа. Ты будешь набираться энергии. Тебе будет так хорошо, что мама, не горюй. А потом уже, говорю, опять же, тебя ожидает впереди новые свидания, новые приключения. Мужчины, которые как вихрь вокруг тебя вот так вот будут. Понимаешь? Волнение. Первые вот эти поцелуи. Это все у тебя впереди. Это же здорово. Ну, поэтому тот, кто разводится завтра утром, я могу вам пожелать только удачи и не расстраивайтесь ни за что. Так, анестези бомбита. Ну, полностью согласна. Ну, вот. Соски под халатом, алло, или они должны вытянуться в грудную клетку. Ну, да, да, правильный вопрос задала. Ты пуля. Ну, спасибо большое. В кого же это пуля выстрелит? Так, губы что делала? Нет, не делала. Это моя дочка Анжелина Джоли. Угу. Как ты, как настроение? Настроение у меня под вечер хорошее. Потрясающее. Меня Соня накормила сейчас. У себя дома горячих бутриков не сделала. Пришла от нее счастливая домой. Сны снились когда-нибудь странные. Это происходит со мной каждый день. А вы знаете, мне позавчера или вчера приснился сон, то, что на улице был очень сильный вихрь. Вот, и так произошло, что я, типа, открыла окна все в квартире. Это сон! А то сейчас подумаешь, что это правда было. Все, открыла все окна в квартире, и этот вихрь, ураган, сильный ветер попадает ко мне в квартиру, и я вместе с этим вихрем лечу на улицу. А я была в этом же халатике. Впоследствии чего этот халатик с меня каким-то макаром сдувается, я начинаю за него вот так держаться, голая, и летать над городом с этим халатиком, понимаете? Это было очень смешно. Ну, как это может присниться? Я же об этом не думала ни разу. Я не думала об этом, чтобы летать на халате, точнее, с халатом в ураган. Привет, привет. Знаете, про сны на самом деле это очень интересная тема в плане того, что вот иногда сидят люди, да, там в компаниях или еще кто-нибудь, и когда люди начинают рассказывать свои сны, это самое неинтересное, что только может быть. Всем похуй, что кому снилось, а люди это рассказывают как реальную историю, и это выглядит типа вот так. Прикиньте, короче, мне сон вчера такой приснился. Я вообще в ахуе просто был. Мне приснилось, короче, что я ехал на тачке и провалился в овраг, приколи, короче. И причем, знаешь, овраг такой был километров, наверное, тысяч три. Вот такой вот овраг был. Я упал, и я выжил. И самое, самое интересное, что на машине осталась одна царапина. Прикинь, вот что это может значить? Понимаете? Прям вот так вот рассказывать с выражениями, вот со всеми, ну, блядь, с вот этой вот интонасой. А всем посрать, что ты там во сне у себя делал? Ну, вы замечали, да, когда люди начинают сны рассказывать, это вот, блядь, опять-липять не падает. Да. Ну, ну, это очень интересная тема для видео, докажите же. Что думаешь о ситуации с Джиганом? Ничего я не думаю об этой ситуации. Так, ну, самое лучшее, ну, спасибо. Нет, друзья, я не замужем, у меня нету парня, я абсолютно свободная уже целых два месяца. это просто какое-то чудо, потому что я свободной практически никогда и не бывала. Я до 16 лет, до 16 лет я, получается, ни с кем не дружила. Ну, типа, из мальчиков. Потом, короче, в 16 лет я начала дружить с мальчиком в школе. Такая школьная дружба была, за ручку ходили. Иногда за углом целовались. Иногда без пальма сигареты за школой курили вдвоем. Эх, энтузиазма сколько было. Все, а потом, короче говоря, в 19 лет я познакомилась со своим мужем, вышла за него замуж, в 24 разошлась, в 24 же я встретила Тимура и с ним мы провстречались года полтора, наверное. Я все время в отношениях, я все время под прицелом, под присмотром мужчин. И вот, когда у меня сейчас есть вот этот промежуток, когда можно как раз-таки зарядиться вот этой самой энергией, почувствовать себя свободной женщиной, это время очень дорогого стоит. Вот, поэтому я наоборот наслаждаюсь этим периодом. И как только я в кого-нибудь втрескаюсь по уши, это будет, конечно, очень здорово, но я всегда буду вспоминать эти два месяца, потому что это реально, вот, иногда женщинам это очень важно. Мужчины, они высасывают всю энергию. Вначале, конечно же, нет, вначале, конечно же, нет, потому что вначале романтика, цветы букеты, но цветы букеты и то не у каждого. Но вначале все равно есть вот это вот веселая смута. А потом уже мужчина начинает вытягивать, вытягивать из тебя, и ты начинаешь слабеть, слабеть, слабеть. Но опять же, это какой мужчина попадется. Так, едем дальше. Моргенштерн Ущахерова, ты об этом знаешь? Нет, я об этом не знаю. Мне как-то все равно, что там Моргенштерна происходит, если честно. Я не слежу просто за его творчеством, я не знаю. Тимур так и не удаляет фото с тобой. Я когда с ним начинала встречаться, он и с бывшими женщинами не особо спешил удалять фотографии. Это только потом, когда я уже на уши присела. Ну, просто, просто есть такая категория людей, которая, ну, бережет фотографии. Это событие, это очень важное событие для человека. Я, допустим, с мужем тоже до последнего не удаляла фотографии, до последнего. Вот, потому что это моя история. И поэтому я как бы тоже не спешила удалять, но все равно потом удалила. Так, едем дальше. Привет, привет, рада за липовых. О, да, за них я очень сильно рада. На сохранение эфир, не успеваю посмотреть. Скажи, пожалуйста, почему вы расстались? Ну, у людей бывает, что расходятся дороги, расходится все на свете, и поэтому и люди расходятся. Так, значит, какую-то аналку купила. Как всегда, Литуаль 121 номер. Вы красавица. Спасибо большое. Спасибо. Сколько тебе лет? Скоро будет 26. Почему говорят, что надо рожать чуть ли не в 18 лет? Ну, во-первых, это назовем советским воспитанием. Ну, то есть, раньше рожали в 18 лет, а что им раньше делать было, женщинам молодым? Вышла замуж, она рожала, копну детей. И вот и все сказалось бы. Все свои обязанности выполнила. Молодец. Ну, как бы не было столько... Я вот размышляла неоднократно на эту тему. Не было столько соблазнов на жизнь. Не было такого, что все женщины хотели стать карьеристками. Объясню почему. Потому что мужчины были другие. Мужчины давали возможность женщинам рожать в 18 лет, обеспечивая полностью свою семью с ног до головы. Потом, когда мужчины расслабили свои жирные ягодицы, когда они перестали хотеть что-либо делать, расслабились, женщины женщины вкусили то, что, блядь, если мы сами это не сделаем, мы этой жизни не повидаем. Поэтому на сегодняшний день наши женщины работают как коняшки. Работают, 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 работают бесконечно, чтобы хоть как-то скрасить свою жизнь. Потому что, если, опять же, она не скрасит, никто ее, блядь, не скрасит. Потому что, что Володя не хочет устраиваться на другую работу. Ему нравится работать за 20 тысяч рублей. И он обожает эту работу. А если бы Володя хотела работать и зарабатывать, и она, глядишь, где-нибудь, да бы и задумалась, а почему бы и не забеременеть, а почему бы и не забеременеть. Потому что, Марина понимает четко, если она забеременеет, работа уходит у нас на задний план. Скорее всего, даже Марина уйдет с работы. И кто будет всем этим заниматься? Володя со своей двадцаткой? Нет, Володя ничего не будет. Володя остопиздит это. И, скорее всего, он уйдет от Марины, потому что он растеряется, он не знает, что делать. Он маменькин сынок, он не понимает, что делать. Он убежит. В итоге Марина остается одна с ребенком. И работает на дому хоть как-то. вяжет полотенчики, я не знаю, изготавливает шарфики, перепродает через Инстаграм косметику. Старается хоть как-то что-то делать. Поэтому нужно, чтобы Володе больше зарабатывали, и тогда женщины с удовольствием будут хоть в 16 вам рожать. Это вот первый нюанс, первый нюанс. Да и второй тоже. Едем дальше. Так, почему ты такая красивая? Спасибо. Логика же вообще проста. Вот, ну, как бы сейчас-то есть девчонки, которые молодые рожают? У них два пути. Либо она по залету в клубе по пьяни залетела от молодого человека, либо она начала встречаться с достойным мужчиной, который постарше ее, чуть помозговитее будет. И все. И она понимает, что да, я могу ему родить ребенка. Все. Я буду уверена на все 100%, что это подходящий мужчина. И все. и они немножечко там, это самое, расслабились, да, зачали в любви детеныша. И вот она родила 18, и она абсолютно счастливый человек. И все. И ребенок растет. И мама молодая, и ребенок молоденький, здоровенький, и мужчина. Ну, видно, что мужчина держит семью. Вот, сука, молодец. Где же этот мужчина? Так, значит, Волгоград, привет, спасибо большое. Угу. Так, 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 так. Всем большой привет. Мне так приятно, что вы приходите ко мне в прямой эфир. Эй, как здорово. Еще он такой теплый, нежный такой. Вот, всегда вот у меня есть желание вот так вот собрать за огромным столом всех и вот так вот со всеми вживую попиздеть, чтобы кто-то тоже что-нибудь говорил. На то я с телефона одна разговариваю. Ну, это здорово, конечно, но здоровее было бы, чтобы там вы рядом сидели, там, там, смеялись, там, тоже шутили. Было бы прикольно. Однажды, когда я буду зарабатывать много миллионов в месяц, да, я хочу устраивать такие женские вечера, там, я не знаю, арендовать какое-нибудь огромное-огромное помещение, там, чтобы как, как бы, как армянская свадьба, чтобы было, чтобы было много-много народу, и все мы хихикали, сидели, пили винишки, винишки, и расслабляли себе сосуды, расширяли. Передай привет, меня зовут Карина. Карина, привет. Красотка моя. Почему так много геев? Ты знаешь, их всегда было много. Нету такого, что в какой-то период времени их стало больше. Их было всегда много, просто раньше этого стеснялись, но сейчас нет. Раньше люди этого не видели, а сейчас это повсюду. И сейчас никто, блядь, не стесняется. Вон, звезды выходят на телевизор и признаются, да, я, блядь, гей. Мои любимые актеры, вон этот, побег из тюрьмы. Да, я замуж за него хотела, понимаешь? Ты главного героя, потом бац, я гей. Ну, что это такое? Если звезды такого крупного масштаба признаются в том, что они геи, то, конечно, нашим вот этим вот мальчикам уже как-то, ну, как бы похуй на всех, они с удовольствием этого не скрывают. Поэтому геев всегда было много. Спасибо, привет, спасибо, привет. Красотка. Привет. Халат просвечивает. Я знаю, что теперь я должна сделать. Шубу сверху накинуть. Ты очень приятный человек. Спасибо большое, Настя. Ты как актриса из турецкого сериала. Знаете, что, секрет вам расскажу сейчас, короче. Вчера не могла уснуть, когда полнолуние, я никогда не могу спать нормально. Ну, я думаю, что поделать, что поделать. Телевизор я не хочу смотреть. В телефоне залипать тоже уже надоело, уже глаза ничего не видят. А заснуть все равно не могу. Глаза закрываются, а мозг-то не спит. Мозг-то, блядь, бодрится. Я решила послушать успокаивающую песню. Успокаивающая песня для сна мне не помогла. И тут я вспоминаю свои познания, ведь я хожу на йогу. И там периодически йог включает различные мантры. Я решила зайти в ВК, набрала мантра. И там было несколько там вариантов. Мантра для любви, исцеляющая мантра, там, денежная мантра. И все. И я как начала слушать эти мантры. Блин, и в сон ты так хорошо уходишь. Еще под эти мантры у тебя такие фантазии вот прям в голове. Вот ты прям видишь, словно всю свою картину, как бы вот все, о чем ты мечтаешь, все в голове в твоей. Вот так вот. Это так здорово. Короче, вот, если что, слушайте мантры. Это прикольно. Привет, меня зовут Тимур. Очень здорово, что вас зовут Тимур. Вот. Я даже с какой-то стороны рада за это. Но это не обозначает, что если вы Тимур, то вы будете моим парнем. Так, едем дальше. Соня, хозяюшка у тебя, любит готовить? Да, Соня в какой-то период времени, я даже пропустила, в какой, стала очень хозяйственной. Вот. Она сейчас готовит какие-то вафли со сгущенкой, какие-то пирожки, какие-то тортики, какие-то вкусняшки. Ну, вот молодец, казалось бы. Вообще умничка. Я очень рада за нее. Я вот прихожу к ней в гости, она всегда гостеприимная, она всегда там мне чем-то угостит. Вот умничка прям. Вот прям молодец. Не надо там подтягивать, в отличие от тебя. Да, в отличие от меня, она хозяюшка. Молодец. А я не хозяюшка. Я люблю только чисто вот убираться, а готовить я пока что вообще не хочу. Спасибо большое в тему мантры, так как тоже хочу йогой заняться. А с чего начинает твое мнение? Господи, да я просто, знаешь, я пришла в спортзал и там была вот эта вот опция йога. Я просто в обычном спортзале хожу на кружок йоги и все. Ты с сестрой бывшего мужа общаешься? Да. Передай привет, пожалуйста, привет. Я опять купила карандаш от Литуаль, 203 номер. Так, что я здесь делаю? Я спросил о Дигам или о Диджам. Я не знаю, что ты здесь делаешь. Это надо у самого себя спросить. Может быть, я тебе симпатична. Так, всегда были хорошие отношения с Соней? Да. Отношения были всегда хорошие до определенного времени. А-а-а, не падай. Все равно, когда у нас был период, когда разница в возрасте очень чувствовалась. это когда ей, например, было, ну, допустим, 10, а мне 16. Вот. Там, конечно, как кошка с собакой очень тяжело так одно время было. Тем не менее, мы старались не ссориться, но все равно поссоривания такие-то были. А сейчас уже разница особо не чувствуется. Она стала очень взрослой. Вот. И мне с ней, соответственно, хорошо. Соня, это моя сестра старая, младшая. Так, так, так. Красотка. Спасибо. Сколько тебе лет? Мне 25. 22 марта будет 26. Не нужно забывать, что 22 марта будет уже через 12 дней. У меня есть двоюродный брат. Блин, день был не айс. Я не улыбалась почти. Сейчас прям смеюсь в голос. Спасибо. Эх, я рада, что я вам поднимаю настроение. У нас как пережить расставание? Все по-разному его переживают. Единой формулы переживания расставания нет. Потому что женщины кто-то менее сентиментальны, кто-то более сентиментальны. Я, например, научилась ко всему, ко всем этим расставаниям относиться с мегапозитивом. Потому что ну акули грусти, что ты этими грустями своими изменишь. Уходить там в какие-то депрессии, сходить с ума по человеку. Ну, блин, был человек, да. Да не стало этого человека, потому что вы разошлись, но тем не менее вы можете поддерживать связь, спрашивать, как у друг друга дела и все. Впереди тебя ждут новые приключения. Я всегда этим живу. Я, у меня будет столько мужчин, пока вот я самого лучшего для себя не найду. Я вот как-то к этому ровно отношусь. Так, значит, адвокат, здравствуйте, кто там гей из побега. Ну, который этот лысый. Не Линкольн Барроуз, а который такой мальчик-красавчик. А я, допустим, ага, а вот этот Дэймон, блин, я так его хотела в свои 16. Такой парень охерительный, просто вот этот голубоглазый мужчина, вот этот Йенс Амил Холдер, Йенс Амил Холдер. Я никогда не выговаривала Сэмил Холдер, но он такой красивый вообще, и опять на тебя держи, гей. Атоки охота, атоки охота, вот этот с волосами, с черными, я тоже думала, что я буду его женой. Оказывается, он гей. Вот оно бесит меня, все. Нет, Тиндер, меня нет. Так он не гей, он женат. Кто именно? Дэймон не гей? А кто говорил, что гей? Ты певица или блогер? Я актриса. Так, а если в прошлом было 10 мужчин, а потом встретишь любимого, не будет стыдно за прошлое? Ну, я не могу судить, потому что у меня было два мужчины, это муж и Тимур, поэтому до 10 я вряд накоплю, но если бы у меня было 10 мужчин, и я вдруг встретила любимого, и что? Как мне может быть стыдно за свои наслаждения с мужчинами? Ну, типа, а что за бред? Вообще, это наоборот интересно, это наоборот интересно. Ты хотя бы понимаешь, что тебе надо, какой мужчина тебе подходит, это же здорово. я бы даже за, поэтому здесь ничего такого нету, 10 мужчин, если бы у тебя было 110 мужчин, вообще бы замечательно было. Ладно, зачеркнули, едем дальше. Дневники вампира смотрела, но не все. А стремно, если у парня была всего одна девушка. это не стремно, но я могу сказать следующее. Мужчины это такие, это же как вот словно животные, не в обиду, то есть, ну это нормально, у них они все время же говорят, это животный инстинкт, то, что мы изменяем, то, что мы смотрим на других баб, и то, что мы ебем других баб. Это животный инстинкт, вот они и есть, как бы, собственно говоря, те самые животные, которые хвастаются своими инстинктами. И, короче говоря, каждому мужчине очень важно в этой жизни натрахаться, нагуляться, испробовать каждую женщину, понять, что для него нужно, какая ему подходит, сделать сравнение, сделать анализ, чтобы уже, грубо говоря, к 30 годам нагуляться, наебаться столько, сколько им влезет, и чтобы потом он встретил ту самую, и чтобы с ней уже можно было задумываться о семье. Если у мужчины была одна девушка, я не знаю, насколько это хорошо. Тебе, безусловно, хорошо. Тебе хорошо, ты знаешь, что вот это... вот она была его девушкой, и как бы все, можно больше не заморачиваться. А когда у твоего парня было 150 девчат, которые до сих пор ему ставят лайки и пишут ему сообщения, вот здесь, конечно, жопа, жопа. Вот. Но, с другой стороны, опять же, он нагулялся, ему хорошо. Это очень опасно, когда, в общем, у парня была одна девушка, особенно, если ему там 28. Что ты такое куришь? Да, это вонючий айкос. Я просто свои девайсы забыла в Москве, поэтому я курию этот стремный айкос. Нет, я овен. 21 числа заканчивается рыба. Как перестать стесняться своего парня? Ну, на это должно уйти какое-то время. Хотя, что ты имеешь в виду под стеснениями? Если ты до сих пор не можешь при нем пукнуть или рыднуть со всей силой, это как бы и нормально глядишь где-то. Это и глядишь где-то, и нормально, что ты это стесняешься. Там в туалет покакать не можешь сходить, да, при нем? Вот эти вот стеснения есть. Ну, хотя вот насчет покакать это время решает все. Спустя время ты все равно будешь сидеть и порой даже дверь за собой не закрывается. Это все придет. А в каких других моментах ты можешь стесняться, не понимаю. I'm fine, thank you. уродуют себя девушки, делают губы, еще что-то с лицом и выглядят как дешевые шлюхи. И выглядят как дешевые шлюхи, на которых у тебя никогда в жизни в этой не хватит денег. Потому что один ее накаток стоит, как твоя зарплата у этих шлюх дешевых, которые делают себе губы, пластику и все остальное. Поэтому давай не будем здесь пиздеть и дискутировать на тему шлюх и их внешности. Иди отсюда. Ты в каком городе живешь? Я живу на два города. Москва, Новосибирск. Рыбы нормальные не пизди, чувак. Да, рыбы нормальные. Мне нравятся рыбки. Они очень добрые, теплые, нежные, светлые люди. Как тебе Малина Фэшн? Это мой самый любимый девичий магазин. После него идет у меня Love Republic. Но Малинка на первом месте. Они просто тебя завидуют. Я знаю, я знаю. Привет, привет. А почему бы мне не сделать себе допустим чайчик воды. Я бы чай сделала, но сейчас не будет шуметь этот чайник так, что не будет слышно ни одного моего слова. Выглядишь ужасно, насосало и трынтишь. Ну и что теперь? Ну и что теперь? что я насосала и трынти? что, больно от этого как-то становится? Или у тебя сердце отказывает от этого? Что случилось? Насосала, насосала, спозит, а проблему мне тоже нашла. Покажи, пожалуйста, люстру. Да, обычная люстра. Вот когда у меня будет своя квартира, там, конечно, у меня будут люстры, как в Мариоте висеть. вот такие вот. Немного кто по бартеру красивые люстры просто предлагал. да, дома я убираю сама. Дома я убираю сама. У меня что, блин, 40 квадратов. Что, я полы не подотру здесь, и пыль не вытру самостоятельно. Да, и в Москве я тоже убираю сама. Там где-то около 100 квадратов я тоже сама убираюсь. Там два туалета, две раковины, одна душевая, один огромный зал, большая комната. Я тоже сама убираюсь. рассказала о том, что там все большое не ради хвастовства, а ради того, чтобы обозначить объем работы, который я выполняю с удовольствием сама. Я буду нанимать домработниц только тогда, когда у меня будут дети. Ну, то есть, поняла, да, маленькие, чтобы там всегда все было вылизано на все 100%. Только тогда, и то, если я буду уставать. Если я уставать не буду, я буду сама это все делать. Нет, в Ютубе меня нету. Сколько своих квартир? Ни одной. Вы прекрасны, спасибо большое. Почему не купишь квартиру? Я куплю летом квартиру. Этим летом в Новосибирске, тем летом в Москве. Так, значит, едем дальше. Ты дома одета, как богиня. Ну, а что бы нет? Дом это такое же место, как и вне дома. Ты везде должна хорошо выглядеть, понимаешь? А вдруг внезапно к тебе прискочит принц и захочет подарить цветок. А ты как жаба. Ладно, конечно же, шутка, никто ко мне не прискочит. В такое позднее время все уже спят. Так, болею от тебя и твоей сестры. Сколько детей хочешь? Все зависит от мужчины. Вот ты знаешь, допустим, от кого-то вообще не охота, от кого-то только одного, а вот допустим, а вот от кого-то может быть и три даже охота. То есть это от мужчины очень много как зависит. Айфон или андроид, что выберешь? Ну, конечно же, я выберу андроид, несмотря на то, что я уже лет десять на айосе. Что ты там спросил, айфон или андроид, что ты спросил? Ты имел в виду айос или андроид? Это такая вот на тупость проверяют. Я не тупая, я поняла, что ты имел в виду. Как там твой спорт? С моим спортом все в порядке, я спортивная и без спорта, короче, с таким пахуизмом. Отвечаешь хейтерам, балдею просто. Да, с ними по-другому никак. Почему с Тимуром разошлись, не оправдал твоих ожиданий как опора? Нет, Тимур замечательная опора, все, он потрясающий человек, вот, но, но, разошлись пути. Настя, что делать? Парень обиделся, на шутку не берет трубку три дня. Блядь, ну, что это за парни, которые на шутки обижаются? Ну, что это такое? Ну, зачем тебе вот это вот фуфло нужно? На шутку он обиделся, господи-то, боже мой. Настоящий мужчина на шутку пошутит так, что ты, блядь, обидишься, понимаешь? А не вот эти вот обижульки на три дня. Чуть смеяться. Ты красотка, 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 спасибо. Настя, ты не против, если я сделаю разбор твоей формулы души, опубликую это в посте? Тебя отметят при этом. Я против, не надо, пожалуйста, никакие разборы моей души делать, я это не очень люблю. Что нового? У меня ничего нового нет. Кто у тебя в семье так же разговаривает, я имею в виду в акцент. Я не слышу акцента никакого. Что скажешь о ситуации Жигана? Ничего не скажу об этой ситуации. Я не очень люблю, я комментировать чужие истории. Как думает, можешь ли мужчина прожить два года без секса? Ты знаешь, задрот, который все время играет в доту или в кс, он может прожить и пять лет без секса. И даже десять и вообще может никогда им не заниматься. У него есть под одной рукой у него мышка, а под другой рукой он на эти танки дрочит. поэтому ему что есть секс, что его нет, он проживет без него. Естественно, если мужчина знаешь, такой, от которого прям веет сексом, весь такой блядь, брутальный, охуенный, с помощью тестостерона, конечно же, он и месяца не продержится без секса, это понятное дело. Соня хочет замуж. Я видел тебя сегодня в галерее Новосибирск. О, прикольно. это очень приятно. Пока-пока. Губы у тебя сейчас очень красивые. Спасибо. Сегодня обнял твоего финика. Нифига себе. И где же он стоял, мой финик? Так, обвал руля. Что думаешь, валюта выросла? Да, ситуация, конечно, вот эта нестабильная, безусловно, но, по крайней мере, вчера был 75, сегодня 71. Я думаю, еще неделю, и доллар вернется на круги своя. В Новосибирске я делаю ногти только в Сипснейл у Тани. Уже полтора года. Как думаешь, разница в 10 лет между парнем и девушкой это много? Это потрясающая разница. У меня только мужчина с такой разницей и будет, если не больше. Привет, милюшка, милашка, привет, привет. Собираешься куда-то поехать летом? Да, да, конечно. Мы в апреле с Сони собрались лететь в Турцию. Застрелись, бля, что делать, что делать, мужиков себе нормальных находить. Ты работаешь, нет ли от меня обеспечивать 50 успешных мужчин? Спасибо. Спасибо. В 20 лет разница перебор. Ну, такая себе разница уже, да, достаточно большая, но, опять же, любви, все возрасты, покорны. Главное, чтобы разница покажи, колечко, кто подарил. Я вот это колечко сама себе купила в московский ювелирный завод, как это так называется, который находится в Афимоле. Можешь, значит, 585 сказать, что у меня конкурс уже давно закончился, нужно вам было прийти и показать скрин-сертификат и забрать свой подарок, как это сделали практически все. Но все равно у некоторых остались вопросы, я не понимаю, что там сложного было. какие планы на завтрашний день еще будут заниматься. Завтра у меня аппетикюр, завтра мне нужно будет съездить к маме, к папе, ну вот. Новое видео записать. Мне надо вешедневники посмотреть. И чемодан еще надо собрать. Так, вот так, как я уезжаю через несколько дней. Покажи, карандаш, сколько у тебя времени? У меня время 23.09. Я не сильно далеко от Барнаула. Прикольно. Здравствуйте. Когда свадьба? Когда найду мужчину моей мечты? Не надоело в Турцию летать? Нет, не надоело, почему не должна? Я, смотри, подожди, красотка, я всегда летала в... Во-первых, я была в Турции раза два. В Таиланде один раз, и в Китае была один раз. Вот. Это я туда летала, там, ну, как обычно, там, с сестрой, и однажды летала со своим бывшим мужем. То есть, я по факту очень, очень мало где была, очень мало где была. Вот. И я хочу для себя сделать такие открытия, как посетить те места, которые я хочу, а это, там, Бали, Мальдивские острова, знаешь, вот, съездить в Париж, например, да, куда-нибудь там, в Монте-Карло. Я это хочу сделать все со своим любимым мужчиной, чтобы это было для меня впервые и красиво, чтобы это были именно, знаете, такие вот мои романтические путешествия, чтобы у меня с этого начинались мои отношения, которые уведут меня в замужество. Ну, это я бы так хотела, да, ну, так бы все хотели, конечно, но я бы тоже. Вот. А чтобы слетать тупо на море с сестричкой, можно и в Турцию слетать, потому что нам, ну, вот, нам, вот, с ней по барабану, она не особо хочет лететь там на какие-то Мальдивы или еще что-нибудь. Нам надо вот, чтобы подешевле было и поближе, чтобы не лететь 12 часов куда-то. Вон, сели в самолет 4 часа, мы в Турции, в каком-нибудь отеле возле моря. Все, нам больше ничего для счастья не надо. Так, ну да, чтобы он еще это оплатил и смысл одно это. Мне не обязательно, чтобы мужчина там что-то оплатил, мне, блядь, просто мужчину, чтобы он был нормальный. Какие отношения с бывшим мужем? Уже давно никакие, мы даже не общаемся. Помню, твой страшный случай в Турции, тем летом, когда мужик вам бухой ломился в номер. О, да, это было страшно. Так, 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 романтичная, ну да. Конечно же, альфонсов собирать на свою жею я тоже не собираюсь, ну это, это нужно понимать. Ну, типа, зачем они мне, как говорится, нужны. Поэтому, естественно, мне не надо, чтобы за меня оплатили, мне вот надо, чтобы они хотя бы за себя могли заплатить и любили меня как можно крепче и как можно сильнее. Так, а какой должен быть человек? Верный, очень верный мне нужен человек. Вот прям верный-верный пиздец. Все, когда мужчина только мой, когда он ограничивает себя от общения с другими женщинами, с которыми у него когда что-то было, или еще что-то как-то, вот ты будь верен мне, и я все для тебя сделаю. Я отдам тебе все, что у меня есть. Вот просто, серьезно, ты просто будь верен и люби меня, больше ничего не надо. Ну, конечно же, было бы здорово, если бы еще у мужчины были какие-то, не знаю, там, стремления и цели, которые не особо отличаются от моих. То есть, если я, например, хочу жить красиво, а если мой мужчина хочет жить, вот, ну, обычно, ну, это уже, к сожалению, не подходит. Хочется стремиться именно держать за руки высоко куда-то туда, понимаете, чтобы вот как-то так. Имею право этого хотеть, потому что я сама всю жизнь к этому стремлюсь. И мужчина мой должен быть не слабее меня, это понятное дело. А вам говорят, мама или папа, мол, зачем такие губы? Милочка, мне через 4 года исполняется 30 лет. Мне мама с папой за губы уже ничего не могут сказать, потому что я взрослый человек, и я сама могу решить, какие губы мне нравятся, а какие губы мне не нравятся. Вот. Мои родители, они у меня очень молодые. Понимаешь? Они очень молодые. Старше меня всего лишь на 20 лет. Они в теме, они все понимают. Они понимают, зачем мне такие губы, они понимают, почему у меня такие ресницы, и для чего я делаю себе силиконовую грудь. Они все знают, они в курсе, и они меня поддерживают. Поэтому, если вы думаете, что они меня бьют ремнем по попе до сих пор, то такого, конечно же, нет. У тебя еврейские уши. Ну что? Сколько миллилитров в губах? 5. Ты говоришь о речи, мне бы такую девушку. Очень приятно. Передай привет, пожалуйста, Саше. Саша, привет. Вы были в Донбайе когда-нибудь? Ну, конечно же, я не была. Сколько стоит слетать туда в Турцию? Да, понятия не имею. Вот честно, вот когда как. Настя, расскажи про домашний уход за волосами, за лицом и так далее. Как таковых уходов нет. Я все время, получается, волосы свои, если в Новосибирске, то я делаю здесь окрашивание краской Матрикса, уход счастья для волос. А если я в Москве, то я крашусь краской Редкин, и у меня там тоже какое-то суперкрутое восстановление волос. Я не помню, как оно называется. В прошлый раз, когда я была в 13 Girls, мы с Зауром проводили прямой эфир, и он там все о моих волосах рассказывал. Чего, чем он там делал. Эй, ты самая красивая. Эй, спасибо. Страшно ли было делать грудь? Я грудь делала года 4 назад. Я, конечно же, волновалась, конечно же, было очень больно, но теперь зато я кайфую, я радуюсь. Я рада, что я сделала тогда, а не сейчас пошла на это. Видела тебя в Заре. Прикольно. Приезжай в Киев. А это ты приезжай в Москву. Ты приезжай в Новосибирск. Чего я-то в Киев должна лететь? Кто же такой хитрый вообще? Хочу, чтобы у меня была такая девушка. Приезжай в Киев. И ищи меня в Киеве. Если я буду свободен, я пойду с тобой в кино, да? Где делала грудь? Я делала у Зинина. Ирландия, привет. Так, 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 так. Губы делать, ну, кому как. У кого смотря, какой болевой порог. Я прихожу, мне вот так вот мазью намазывают. Я прошу, чтобы мне прям погуще намазывали. И вроде бы как не больно. Ой, и вам тоже огромного счастья. С пришедшим праздником. Спасибо большое. Я тебя очень люблю. Ты будешь счастлива обязательно. Спасибо. Подрабатываю в галерее. Сегодня у меня выходной. Заметила своего друга с работы у тебя в историях. О, прикольно. Классно. Грудь, конечно, под общей анестезией делали. Под наркозом. Ты для себя или для своего мужчины сделала грудь? Ты знаешь, у меня муж любил сястых. Ну, ему нравилось. И как бы мы решили с ним. Ну, как бы я тоже хотела. И он меня просто вот, ну, поддержал. Говорит, конечно, давай сделаем. И все. И вот я сделала тогда. Мы сыграли свадьбу. И на свадебные деньги сделали грудь. Конечно же, это очень быстро все окупилось. Даже в два раза. Я когда тогда грудь сделала, у меня как раз очень хорошо поперло в инстаграме. Тогда же это еще пиздец как дико было, что там какая-то малолетка себе сиськи сделала. Ну, и все это быстро, ну, как-то так это самое. И потом все деньги, когда обратно в двойном размере мне, скажем так, вернулись, мне на эти деньги летали, отдыхали. Сколько зарабатываешь в месяц? Какая разница? Да, детей я очень хочу. Ты такая хорошая, я тебя очень люблю. Спасибо. Здравствуйте. Для детей говорили, что к этому надо прийти. Да, я не знаю, почему раньше сережки не носила. У меня, говорю, были одни, я в одних сходила несколько лет. Тут я решила себе это... покупать теперь сережки, я поняла, как это здорово. Привет, по-вашему, запрос, лайки, обижаться это по-детски или забить? Немного не поняла. Сколько по времени тебе делает маникюр? Как понять качественный маникюр в зависимости от времени? У меня всегда по-разному, все зависит от дизайнов. Вот. Ну, такое часа может быть, там, три, четыре. А есть, когда мы, там, делаем какие-нибудь длинные ногти, там, прям, с проработкой каждого ногтя, там, семь часов выходит. Так, что за книга от панических атак? Курпатов написал эту книгу, и написано, как избавиться... Название. Как избавиться от ВСД и панических атак? А, грудь от пола накачала. Угу. Нет, конечно, это не золотые сережки. У меня бы ухо отвисло, если бы это было золото. Екатеринбург. Я никогда там не была. Как перестать ревновать парня, когда у нас отношения на расстоянии? Я размышляла на эту тему. Вы знаете, вот я к чему и пришла. Если между мужчиной и женщиной есть пиздец какое доверие, то ты будешь жить спокойно. Понимаешь, это все от мужчины очень сильно зависит. Есть мужчины-мудаки, да? Я прям знаю таких. Которые себя не ограничивают там от общения с другими женщинами, да? Которые не ограничивают себя от взглядов на других женщин на улицах. То есть пройдет какая-нибудь, да, царевна, а он раз и на нее вот так вот посмотрит, на ее задницу. Вот есть такие гандоны. И, конечно же, у тебя поводы ревновать, они будут всегда. И когда ты будешь в другом городе находиться, ты будешь подозревать, что абсолютно в любой момент он может сейчас трахать другую женщину. А есть такие мужчины, вот как мой бывший муж, например, да, вообще человек вот ни разу не давал мне поводов для ревности. Он вообще молодец, конечно. Ну и к Тимуру, соответственно, это тоже относится, тоже вот очень верный, тоже я с ним чувствовала себя абсолютно спокойно. Вот. Они прямо вот молодцы. Вот. А есть вообще подонки. Ну и, короче говоря, те мужчины, которых вы так сильно не ревнуете, не убиваетесь, они просто, они молодцы. Они в присутствии с вами делают так, чтобы вы чувствовали себя всегда комфортно, чтобы вы были уверены в себе и в своем мужчине. И это очень круто, поэтому каждой женщине я желаю такого мужчину. Привет, привет. А чего вы расстались? Ну, расстались, да расстались. Не подходим друг к другу. Сколько у тебя таких мужей было? У меня был один муж и один парень. Больше у меня никого не было. Ни между ними, ни после них. Следующий мой парень, это будет мой муж. У тебя прикольное звукосочетание ЛР. Здорово. Как вот я вот после зарядки взяла, он уже, блядь, сел. Суть не в этом. Да, конечно же, я и в этом. Конечно же, в этом суть. Такие удивительные тоже. Так, а ты где? А ты его любила? Есть чувства? Да, я любила. Конечно. Как понять, изменяет парень или нет? А здесь ты почувствуешь. Здесь ты уже как женщина сама почувствуешь, изменяет он тебе или нет. Если ты его любишь, конечно. Почему ты не куришь тот девайс, который рекламировала? Потому что он в Москве лежит. Я его забыла. Друзья, у меня до конца прямого эфира осталось 38 секунд. Вот, поэтому я его потом завершаю. Иду смотреть «Секс в большом городе». Натираю себе спинку мочалкой с пенкой. И все, и потом на боковую. Я хочу тем временем пожелать всем отличного настроения. Мне очень приятно, что мы сегодня так спокойно посидели. Видите, и хейтеров не было никаких. Вот прям круто, да, когда их нет. Надеюсь, они все умерли. Вот, и это самое.